Слава С. Слава, расскажите нам, пожалуйста, как с вами это случилось? Я познакомился с Клавой К. случайно на улице. Она подошла ко мне и предложила познакомиться. Я тоже отказался, потому что это не в моих правилах знакомиться на улице. Тут неожиданно выяснилось, что у меня свободный вечер, а у нее два билета в кино. Я согласился. Но потом, когда я провожал ее домой из кино, она меня захотела поцеловать. Поцеловать. В парадном, в подъезде. В подворотне, по-моему. Я, конечно, тут же хотел, маленький, прекратить знакомство. Но не хочет прекратить знакомство. Но оказалось, что у нее есть, значит, мотороллер, а она играет в джазе на электрогитаре. Очень интересный человек, в отличие от тех, которые обычно пристают к нам на улицах. Ну вот, а потом мы еще встречались раза три, четыре, раза два. Вот. И в субботу она пригласила меня к себе домой. Вот теперь, через некоторое время, Клава сказала мне, что я, очевидно, буду папой. Ну, я разволновался, расплакался и сказал, что если она честный человек, она обязательно должна выйти за меня замуж. Ну, тут неожиданно выяснилось, что просто она не хочет обременять себя семьей и что я еще раньше должен был думать о последствиях. Ну, вот, понимаете, так я стал отцом-одиночкой. То есть, это у вас кто, мальчик или девочка? Мальчик. Дима. Ну, вот, папа, мой отец, очевидно, прав, когда предупреждал, говорил мне, что, очевидно, нельзя довериться девушке, прежде чем она выйдет за тебя замуж. Все, что... Все, что случилось со мной, могло не случиться. Если бы школа еще с детства воспитывала у нас мужскую честь и гордость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова